Фёдор Черенков, царство его небеса, он подавал головой, и я головой забил в мяч. Вот и всё было решение. Обычно всегда, мы же лужники, наверное, многие знают, да, знают, что там эти тамбуры, проходы, лестницы. И я поняла, что я не могу идти, что я уже лужу. Мы, родители погибших наших детей, вспоминаем снова и снова тот трагический день 20 октября 1982 года. И живём с памятью о наших детях и вашими заботами. Ну, естественно, 20 октября мы все приходим на мемориал, который находится в лужниках, и с венками, с цветами вспоминаем о ушедшем жизни наших болельщиков, наших братьев. Мне тогда было 12 лет, вот, и как бы потихонечку стал ходить на трибуну. Есть хорошая и правильная фраза, она звучит так, что помню, значит жив. 20 октября 1982 года наш Спартак принимал голландский Харлем, и в концовке матча состоялась ужасная давка, которая происходила за моей спиной на трибунице, которая тогда называлась Восточной трибуной. Сегодня мы пообщаемся не только с людьми, которые выжили в этой страшной трагедии, но и с родственниками погибших. Они расскажут нам, как сквозь годы они впитали в себя всю ту боль, которая с годами не утихает. И поговорим сегодня с Антоном Володиным, представителем фонда «Красно-белое сердце», который уже вот в десятый год организует турнир памяти погибших болельщиков в 1982 году. Друзья, мы встретились сегодня с Сергеем Александровичем Швецовым, который в том самом матче забил победный гол. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ваши воспоминания какие-то о том событии, о том матче и о событиях, которые, собственно говоря, трагически его, к сожалению, сопровождали? Ой, ну это очень тяжело вспоминать, это раз. Второе, очень горько вспоминать. Но все равно вспоминать надо людей, которые пришли на стадион, которые всегда проходили на «Спартак», валили за нас. Но вот эта трагичная ситуация, это нас подкосило очень ребят. Как скоро вы узнали о том, что случилось на стадионе? Ну это мы узнали, я думаю, что через день или полтора, это кто нам сказал, Николай Петрович Старости сказал, по, как говорится, по секрету. В газетах там не было, там был, мы прочитали маленький Некролов, там и все. А так мы вообще даже и не в курсе дела были, из-за того, что даже из-за стадиона мы выезжали, и такое ощущение ажиотажа или что-то такого мы даже и не поделились. То есть ничего из ряда вон выходящего не было? Нет, нет, нет. Была очень плохая погода, вот, и когда мы уже подходили к стадиону, то есть мы знали прекрасно, что заморозки, снег, все такое прочее, да? Естественно, многие ребята оделись уже не по-осеннему, а по-зимнему. Вот, и когда мы стали подходить уже к трибунам, нам объявили, что трибуна «Б», наша фанатка, наша фанатка, закрыта, и «Д», трибуна закрыта, что открыта только трибуна «С», которая находится недалеко от памятника Ленина, то есть первая по ходу действий, и трибуна «А», которая находится очень далеко через трибуну «Б» и «Т», то есть это далеко и «Т» и «Холодно». Естественно, основная масса фанатов, которые собираются около метро «Спортивная» решили, что мы идем на центр. Если вспоминать сам гол, насколько он стал для вас более важным, может быть, в связи с тем, что случилось потом, и как отчетливо вы его помните? Ну, я его помню отчетливо, и сейчас даже просматриваю в интернете, интересно посмотреть все-таки. Там Федор Черенков в «Царстве у небес» подавал угловой, там, я совсем, как говорится, в этой игре был ноль. Было холодно, минус пять, я, короче, как говорится, по футбольному стоял, отстоял свои два тайма, и вот выдался этот угловой на последних минутах, Федор подал угловой, и я головой забил мяч. Вот и все было решением. Вот, и, значит, после финального свистка мы стали спускаться вниз, и обычно всегда, вы же ныжники, наверное, ну, многие знают, да, знают, что там эти тамбуры, проходы, лестницы. С нами Лев, болельщик «Спартака», который в 82-м году был на том самом матче, после которого перестал ходить на стадион. Лев, расскажи, пожалуйста, свою историю, и что сподвигло тебя в дальнейшем вернуться на сектор? Вот в 82-м году мы с ребятами из «Техникума» пошли на этот трагический матч. Вот, слава богу, ну, наверное, слава богу для нас. Все девять человек, кто из нашего группы ходил на этот матч, все остались живы. Такой плотняк, что мы, блядь, вот так вот сидели, там даже, ну, шизить, стучать тяжело было. Погода была холодная, все, как бы, одевались, утеплялись, как могли. Вот, все девять человек, которые, ну, как бы, ходили со мной из группы, мы все попали в дах, все. Я поняла, что я не могу идти, что я уже лежу. Вот, естественно... То есть это уже было за пределами трибуны, то уже при спуске лестницы? Да, на лестницах, вот этих маршах, да, на двух этих крыльях, скажем. Ну, тогда никто сначала ничего не понял. Сначала была, как бы, такая фанатская вакханалия на трибунах. Нам не разрешали скандировать, нас, там, выводили за атрибутику. Вот, и мы, как бы, всеми силами пытались противостоять милиции в этот момент. Вот, ну, и, видно, решили, что после матча они нас все было потихоньку через какой-то коридор выводить. Ну, естественно, мы об этом ничего не знали, и, как бы, решили все выходить всем, как бы, составом, там, чтобы никого не забрали. Я чувствую, что я лежу, и, естественно, на мне сразу очень быстренько, то есть встать я уже не смогла. Шок. Вот, начинаешь крутить голову по сторонам, вот, и понимаешь, что как-то что-то очень жутко и страшно. Потом, естественно, я посмотрела вперед, и говорю, мне повезло, что у меня большой рост, и я была прижата только наполовину. Ну, вот, когда мы вылетели уже на балкон, там, повернули, вот, мы увидели, что там тоже безвыходные ситуации, народ везде стоит, и ты никуда не двигаешься. Но сзади люди не видели, они так же напирали, и когда нас второй раз протолкнули, то мы уже вылетели за второй поворот к последней лестнице, вот, на которой, как бы, случилась вся эта трагедия. Ну, и там все уже поняли, что движения вперед-то и нет, ворота закрыты, и назад было бесполезно, потому что люди, которые стоят за углом, они тебя не видят, не слышат, ты можешь там обораться, там что-то хотел делать, и так давка, что ты не мог ни повернуться, ничего сделать. Я, подняв голову вперед, я увидела, что решетки, которыми закрыты были входа, они практически закрыты. Узенькое, узенькое пространство сантиметров 50, то есть на одного человека. Соответственно, на вход они были открыты в начале игры? Да, да, мы спокойно заходили, вот, а на выход было, я не знаю, с какой целью это сделано, с целью рассекания. Решетки-гармошки, которые, да, вот эти вот были? Да, вот эти решетки-гармошки, около них стояли солдатики с выпученными от ужаса глазами, смотрели на нас и не шевелились, и, по-моему, все-таки была там милиция. Честно, ребят, я знаю, что в форме были люди. Все-таки прошло, да, немало времени. Вот, вот, а потом уже, ну, ребят, сколько времени на самом деле, я не знаю, я так думаю, что немного времени было, может быть и много. Вот, потому что когда ты думаешь, чем тебе дышать, как запастись воздухом, да, чтобы выжить, вот, о времени не думаешь, опять-таки я начала поворачивать голову, и вот здесь до меня начало доходить вот этот ужас, потому что на противоположной лестнице, там же тоже решетка, она, ну, решетка, через нее все видно, да, вот эти перила, вот там люди лежали просто, как бутерброды штабелями, вот, и вот этот переход с одной лестницы на другую, он тоже так же был наполнен людьми. Что было выше, я, естественно, не могла увидеть. Что при выходе стадиона было? Меня проф взял за руки, темнота... Привилецкая. Да, и все, и мы идем в метро, спускаемся, и потом по Велецкой. Я когда очнулся, я услышал звук, шум, голосов, там, это все, как бы, меня посчитали мертвым, как бы, толкнули ногой, видно легкие, открылись, я не знаю, там, сделал сдох, вот, и меня за руки, за ноги отнесли на балкон, посадили к решетке, ну, и сказали, чтобы я, там, дышал. Сколько тебе было лет тогда? 16. И расскажи, пожалуйста, подробнее о том, почему перестал ходить на сектор. Ну, наверное, психологически что-то сломалось, потому что, как бы, то, что пишут, что погибло 66 человек, на самом деле погибло гораздо больше, вот. Ну, да, это официальная версия, то есть по неофициальной версии, вплоть до 300-350 человек. У меня как раз друг, с которым мы попали в этот замес, вот, у него мать была там, работала старшей сестрой в поликлинике, и у них проходила информация, ну, внештатная информация, что погибло около 300 человек. Ну, тоже кто-то в больнице после тяжелого травма. Тех, кто умер в скорых помощи, кто умер, там, уже в больнице, непосредственно их не считали погибшими на самом стадионе. Считали только тех, кого, ну, как бы, вынесли сразу. Непосредственно на... Да, их было 66, да, остальных там, как бы... Может быть, какое-то пожелание от вас, молодому поколению, которое смотрит, которое увидит это видео, и которое, естественно, тоже обращает внимание на наших ветеранов, и чтит нашу историю? Да, я хочу молодым нашим болельщикам, конечно, это надо вспоминать всегда. Такое, такое происшествие бывает не так часто, но очень громко и очень, очень тревожно и очень обидно. Я молодому поколению, я желаю, чтобы они больше вели себя нормально на стадионе, это раз. Ну, конечно, улюбить Спартак, и я думаю, что это лишние слова им говорить. Так что пожелаю только, чтобы они, как сказать, любили Спартак и никогда ему не изменяли. Друзья, мы находимся на предварительном турнире памяти, и сегодня приехали родители погибших ребят. Вы большие молодцы, ежегодно 20-го числа все возле памятника в Лужниках собираются, вы в этом году тоже обязательно приедете. Так оно и есть, ребята ходят до сих пор, даже те ходят, которые не были, еще и... Я сам в 89-м году родился. Еще и не было этих родителей. У нас свисток, турнир сегодня начинается. Хотим до молодого поколения донести, чтобы они чтили свою историю, чтобы они помнили это. Помнили это, да. И каждый год можно обратить внимание, что молодые ребята, молодые девчонки, 18-19-летние, приезжают, кладут цветы и оказывают честь и память вашим детям, которые, к сожалению, до сегодняшнего дня не дожили. Мы очень, конечно, благодарны им. А мы благодарны вам. Мы, родители погибших наших детей, вспоминаем снова и снова тот трагический день 20 октября 1982 года. Футбол «Спартак Харлем». Трагедия, постигшая нас всех, с годами не становится забытой. Жить и переносить эти тяжкие воспоминания помогаете нам, вы, ребята-спартаковцы, своим вниманием к нам, советами, материальной помощью, организацией мероприятий, помощь нам. Вы помните и не забываете наших погибших ребят. Каждый год 20 октября несете гору цветов к памятнику. Сегодня мы приехали сюда, чтобы снова и снова сказать огромное спасибо, особенно инициативной группе, за помощь нам. И что вы помните об этой трагедии и не забываете об этом. Еще раз большое вам спасибо. С памяти, конечно, наша никак не может исчезнуть. И живет с памятью о наших детях и вашими заботами, вашими достижениями. Поэтому старайтесь быть, все же любить свою страну, любить друг друга и помогать друг другу. И внимательным быть, конечно, не допускать таких случаев. Спасибо вам за все. Все будет хорошо. Нынешнему поколению что я могу посоветовать? Болеть за свой клуб, болеть всегда, везде. И просто, просто быть внимательными друг к другу. Да, внимательны друг к другу. Внимательны к ситуации, которые происходят. Давайте мы будем друг друга уважать, ценить и не устраивать таких ситуаций. Потому что очень часто, сейчас, правда, в Казани другой стадион, слава богу, но у нас и Нижний может быть, и Саранск может быть, где маленькие стадиончики, да, и Ростов. Не надо устраивать давок при входе и при выходе. Ребята, это очень действительно страшно. С нами Антон Володин, соочередитель фонда «Красно-белое сердце», один из главных организаторов турнира памяти. Антон, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о турнире. Сколько команд участвует? В недавних пор два этапа, я знаю, турнир проходит. Какие цели и задачи? Они, в принципе, всем ясны, но пару слов от тебя будут. Ну, мы обозначаем этот турнир 10-й, юбилейный. Но, на самом деле, он 11-й, потому что первый турнир, как мы недавно узнали, проводил майор. Он был такой небольшой, но, тем не менее, он его провел в 2007 году, как раз когда были мероприятия, посвященные 25-й годовщине Тараса дня трагедии. Тогда же в тот год играли голландцы с нашими ветеранами в Лужниках в товарищеский матч. Поэтому он, на самом деле, 11-й, но 10-й под эгидой фраты и фонда «Красно-белое сердце». Какие еще сопутствующие мероприятия, помимо самой игры в футбол, турнир памяти сопровождают? 20 октября мы все приходим на мемориал, который находится в Лужниках. И с венками, с цветами вспоминаем ушедших из жизни наших болельщиков, наших братьев. Опять-таки общаемся там с родственниками погибших. И обязательно вечерком, когда уже происходит массовый сбор, там происходит фаер-шоу, которое, собственно говоря, посвящено ушедшим от нас из жизни болельщикам спартака. Паша Паук – один из заводящих наши трибуны за воротами. Паш, расскажи, пожалуйста, какие мероприятия именно на трибуне ежегодно в честь этой трагедии организуются? Каждый год уже на протяжении долгого времени мы стараемся напомнить об этой трагедии. И самое главное – именно напомнить об этой трагедии, о том, что произошло тогда, 20 октября 1982 года на стадионе Лужники. Мы стараемся именно рассказать всему миру о нашей трагедии. То есть это наша, по сути, и есть основная задача, чтобы не только помянуть погибших в той ужасной трагедии, и не только собрать родственникам посильную финансовую помощь, но самая главная наша задача – это предотвратить эту трагедию, предотвратить ее, чтобы, не дай бог, никогда ни в России, ни на одном стадионе мира подобное не произошло. Потому что помимо Харлема, мы знаем, были и Эйзель, был и Хилсбро. Об этих трагедиях во всем мире знают, наверное, на порядок больше, чем о трагедии в Харлеме. Потому что она в свое время и замалчивалась по инициативе властей, потому что, ну, наверное, кому-то это было неинтересно, там, да, невыгодно даже, правильно будет сказать. Вот, но мы все-таки пытаемся, там, делаем растяжки. Ребята каждый год обязательно делают памятное граффити. Мы всегда приезжаем к памятнику, то есть, неважно, там, 20 нас человек приехало, или там, как, например, было 5 лет назад, на 30-летие, у нас приехало порядка 300 человек. Хочется сказать, чтобы, вот действительно, то, о чем я говорил, то, что спартаковцы, мне хотелось бы, чтобы все болельщики Спартака, это были единственной, ну, огромной большой семьей, и чтобы каждый болельщик Спартака ценил близ рядом стоящего, как вот так можно выразиться. А если вот все это подвести под какую-то одну фразу, то здесь лучше, чем то, что мы делаем граффити, тем то, что мы рисуем на растяжках, есть хорошая и правильная фраза. Она звучит так, то, что помню, значит, живо. И больше, наверное, тут добавить нечего. Сегодня у нас появился свой стадион, но лужники всегда для нас были вторым домом. Большая спортивная арена – это не только яркие победы и красивые голы, это еще и трагические события 1982 года, которые навсегда стали частью нашей спартаковской истории. Наши братья и сестры, к сожалению, не дожили до сегодняшнего дня, не увидели много спартаковских побед, не увидели чемпионства и яркие голы. Но наши друзья навсегда останутся в нашей памяти, и мы будем помогать их родственникам, вспоминать их и всегда хранить в наших сердцах, потому что мы – большая спартаковская семья. 20 октября 1982 года навсегда останется частью нашей красно-белой истории. Это будет ее грустная часть, но мы ни в коем случае не должны о ней забывать. Мы должны помнить наших красно-белых братьев и сестер, которые, увы, не дожили до сегодняшнего дня. Не увидели много спартаковских побед, не увидели новый стадион, но память о наших друзьях будет вечно жить в наших сердцах. Друзья, мы призываем всех сегодня, 20 октября, приехать в Лужники, возложить цветы, пообщаться с родственниками погибших, и просто вспомнить наших братьев и сестер, которые, к сожалению, не дошли с нами до сегодняшнего дня. На Матрон 20 октября